Сейчас, мне кажется, Зеленский начинает понимать, что ситуация все-таки сложнее, чем были его представления о политике и о легкости получения результата. Это во-первых. А во-вторых, о том, что все-таки между узкополитическим личным интересом и интересами государства и проблемами и вызовами в масштабах государства тоже есть разница. И, собственно, ситуация вокруг Конституционного суда и судей, вся эта история с отменой решений по декларированию, она выявила несколько проблем. Ну, во-первых, действительно то, что внутри самого монобольшинства нет единства. И, собственно, часть депутатов, которые и подавали, обращались в Конституционный суд с отменой статей, касающихся электронного декларирования и ответственности за нарушения в декларациях. Это тоже люди, которые пришли в Верховную Раду благодаря Зеленскому, я имею в виду группа «За майбутни», часть депутатов, которые раньше входили в «Слугу народа», затем вышли и, собственно, которые ассоциируются с Коломойским. Сейчас мы видим, что нет внутри монобольшинства готовности голосовать, и даже на уровне обсуждений еще несколько дней назад не было готовности. И это понятно, потому что никто не хочет, может быть, Зеленский этого не понимает, но никто, мне кажется, не хочет сознательно голосовать за решения, которые все-таки идут в разрез законодательствами, которые являются антиконституционными. И то видео или аудио, вернее, где Зеленский говорит, что победителей несут, мне кажется, оно немножко странноватое, потому что, во-первых, уже не такие уж победители, потому что на победу имеет право тот, кто, условно говоря, если полтора года назад с уверенностью команда Зеленского была готова, что можно там передавить любые решения, потому что мы имеем 73% поддержки, то сейчас эта поддержка уже не 73%, местные выборы, собственно, показали падение уровня поддержки власти, потому что так называть себя победителями, ну, мне кажется, это очень, да, звучит громко. Во-вторых, сознательно, ну, как бы, зазывать и призывать депутатов нарушать закон, ну, тоже не все на это пойдут, те, кто думают о будущих там политических перспективах, поэтому моно-большинства нет. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, у самого Зеленского все-таки представление о том, что таким образом можно решить проблему, они ошибочны. Если Зеленский говорит о том, что это решение Конституционного суда, это реванш старых элит и олигархов, то, ну, мне кажется, ему нужно задаться двумя вопросами. Во-первых, почему такой реванш становится и стал, и он называет это реваншем, почему это стало возможно, и надо ответить, кто создал запрос на этот реванш. И если сама команда Зеленского все полтора года до этого делала абсолютно разные заявления, касающиеся Майдана, закон о языке, о тех же антикоррупционных нормах, о других вопросах, которые иногда были прямо противоречивыми, то, конечно, это создает определенную такую почву для того, чтобы ставить вопросы об отмене. И, собственно, у самого Зеленского ряд депутатов из его же фракции, они говорили о том, что надо пересмотреть закон о языке, там еще какие-то вещи заявляли. Поэтому, когда Зеленский кого-то обвиняет в реванше старых политиков и олигархов, то, в первую очередь, надо посмотреть на свою позицию, на позицию власти в целом, и насколько эта позиция не работает или, наоборот, работает на такие реваншистские настроения. Ведь то, что ДБР там даже ведет активно дела против участников Майдана, разве это не создает предпосылки для реванша? И таких примеров можно привести много. Это один вопрос. Второй вопрос. Если Зеленский решил бороться с олигархами, старыми элитами, то он должен понимать, что одного решения или проблемы вокруг конституционного суда недостаточно. Если, условно говоря, вы создаете выгодные условия и идете навстречу олигархам в бизнесе, можно привести, например, массу решений, касающихся даже Коломойского, сколько он получил выгод и преференций за это время. А потом вы говорите, что надо там отодвинуть как-то олигархов от решения по конституционному суду. Так не бывает, потому что нельзя в одной сфере помогать, а в другой делать вид, что вы пытаетесь ограничить влияние. Это должна быть целостная позиция, она далеко не ограничивается конституционным судом. Конституционный суд – это решение, это как одно из проявлений в целом того, что происходит, они вырваны из контекста, как будто в остальных сферах все прекрасно, а тут вот раз и взял конституционный суд и принял такое решение, которое Зеленский трактует как реванш олигархов и старых элит. Ну и, наконец, как решаются проблемы. Все-таки, ну вот, это, во-первых, избирательность, которую мы видели, да, в отношении конституционного суда, и также можно привести, кстати, и другие структуры. Ну, то есть, когда это выгодно, когда разгоняли Верховную Раду и назначали досрочные выборы, и были вопросы к законности этого решения, но это было выгодно действующей власти, то это хорошо. Когда есть решение, которое не нравится, то да, давайте будем разгонять. Ну, там и так далее. Ведь, собственно, справедливо напоминают политики и эксперты о том, что когда конституционный суд вынес решение по НАБУ о том, что неконституционным было назначение директора НАБУ, я имею в виду еще предыдущим президентом, то почему-то это не вызвало никаких вопросов у Зеленского, хотя было очевидно, что следующим шагом будут пересмотр норм других, касающихся в целом антикоррупционной составляющей. Но почему-то тогда это не трактовалось, потому что действительно, наверное, все посчитали, о, как хорошо, да, мы сможем назначить там кого-то своего подконтрольного. И это так, ну, так не работает. И уже, ну, мне кажется, вот на днях и на Западе, да, там сделали заявление, что нельзя идти путем уничтожения институции. Если вам даже не нравится решение конституционного суда, он его отменил. Надо как бы эту проблему, ну, так я понимаю, заявление представителя Европейского Союза, который сказал, что надо разумно выйти из этой ситуации. Я понимаю это так, что надо отдельно решить вопрос с антикоррупционным законодательством, то есть нести новые законы и проголосовать. А второе – это суд, который, ну, нельзя, да, там, взять и обездвижить суд, и сказать, вот не нравится, а давайте мы там его закроем, да. Ну, то есть как-то идти, там прозвучала фраза, что надо реформировать судебную систему, продолжать реформу судебной системы, и мне кажется, это исключает все-таки такие, знаете, радикальные там закрыть, перекрыть, обездвижить. Все-таки это, ну, мне кажется, требует другого подхода. И когда я слушала Зеленского в одном из эфиров, он сказал, что неработающий Конституционный суд – это, там, залог стабильности на текущем этапе. Но это немножко звучит все-таки странно, потому что не может быть неработающая институция. Надо говорить о том, как делать институцию эффективной, как избавить от корпоративных, там, групповых интересов, от влияния олигархов, как вот если там надо даже дополнять этот суд, там есть два, две вакансии неназначенные, надо тогда обсуждать, как сделать прозрачным, вот даже на примере, например, до укомплектования, там, этими двумя судьями, вот показать, как, может быть, конкурс проходить прозрачно, ну, это как вариант. Или какие-то другие шаги, там, ограничивающие, там обсуждают и кворум, повышение кворума, и какие-то другие инициативы. Но просто сказать, что, знаете, неработающий суд – это залог стабильности, мне кажется, это, ну, это и не решает проблему, и, ну, это как-то слишком, ну, мне кажется, по-детски немного. Поэтому здесь, ну, мне кажется, гораздо сложнее реальность, чем, возможно, представлялось это и даже представляется Зеленскому. И, может быть, вот ситуация с конституционным судом, может быть, хотя бы частично приведет к тому, что президент Зеленский, он, ну, начнет как-то видеть проблемы в их масштабе, а не просто с точки зрения, там, политического интереса. Сегодня выгодно так, завтра так, послезавтра так. Сегодня мы одобряем решения суда, которые могут быть юридически невыверенными. Завтра мы не одобряем, послезавтра еще как-то. И, ну, вот все-таки, ну, вот, возможно, эта ситуация, да, покажет какой-то масштаб. И, собственно, то, что внутри политикума, даже внутри фракции самого Зеленского, есть, как мне кажется, определенный консенсус между оппозицией и фракцией власти частично, который заключается в том, что все-таки нельзя, да, принимать или голосовать за законы, которые идут в нарушение с Конституцией, потому что решение проблемы таким образом, оно может быть еще хуже самой проблемы, потому что дальше можно просто пойти по пути, ну, как бы, делегитимации вообще всего. Если мы будем говорить, что этот суд, да, вот мы его взяли и там и закрыли, да, условно говоря, разогнали, тогда можно говорить, что вообще все решения, которые до этого принимал суд, они носят сомнительный характер, ну и так далее. Там вариантов, может быть, много, и мне кажется, что все-таки независимо от политических взглядов, ну, вот какое-то понимание и участие власти, и оппозиции, что так делать нельзя, оно есть. Продолжение следует...